приветствую дорогие друзья тема нашего сегодняшнего видео санаторий колымского края будете у нас на колыме будете у нас на колыме милости просим нет лучше вы к нам магаданская область другое название колымского края занимает территорию 463 тысячи квадратных километров это более чем в два раза больше целой страны например государство белоруссия 207 тысяч квадратных километров а что же с населением если в беларуси на эти 207 тысяч квадратных километров проживает порядка 9 миллионов человек то в магаданской области до развала советского союза проживала 550 тысяч жителей как вы думаете сколько же жителей есть магаданской области сейчас правильный ответ всего 139 тысяч жителей то есть население магаданской области сократилась почти в 4 раза за ельцинско-путинский период казалось бы ну какие санатории в магаданской области это даже не звучит ну разве что если очень сильно критиковать действующую власть то можно отъехать в один из санаториев там расположенных однако это обывательские разговорчики и магаданская область по количеству санаториев на душу населения лидер нашего рейтинга пардон не рейтинга конечно списка тех областей которые мы уже успели рассмотреть потому что в томской области которая была до на 80 тысяч жителей примерно приходится один санаторий в псковской области примерно на сто двадцать четыре тысячи жителей приходится один санаторий а в магаданской области на 70 тысяч жителей приходится один санаторий таким образом по количеству санаториев на душу Магаданская область пока что лидер всех областей, которые мне удалось рассмотреть. А взял я эту область еще так же и потому, что там всего два санатория, дорогие друзья. И поэтому мне будет гораздо проще их осветить. Раз-два я обчелся, как говорится. А еще как факт, город Магадан находится на 60-й параллели. Буквально на той же самой параллели, на которой находится город Санкт-Петербург. Однако никто не говорит, что в Санкт-Петербурге неприемлемый климат. Да не сахар, но жить там можно. Точно так же жить можно и в Магадане, и Магаданской области. А еще там можно санаторно-курортно провести время и поправить свое здоровье. Начинаем. Санаторий Мир расположен чуть ли не в центре города Магадан. Адрес улица Пушкина, дом Толокушкина. Пардон, дом номер 6. За годы существования, а основан он был в 1955 году. Вот посмотрите на это здание в стиле классицизм. Санаторно-профилактические услуги, не выезжая из города, можно получить здесь. Ах да, за годы существования этот санаторий неплохо поработал. Но, к сожалению, информации он не очень готов делиться. Поэтому уезжаем из города Магадан на север. Санаторий Талая расположен в 280 километрах к северу от Магадана. В 1940 году он был открыт, и тогда он еще назывался санаторий «Горячие ключи». Еще тогда ученые сделали вывод, что тальский горячий источник, температура доходит до 90 градусов, имеет высочайшие целебные свойства и занимает одно из первых мест среди других аналогичных источников нашей страны. А грязи озер, расположенных вблизи курорта, близки грязям северокавказских озер. Прямо сейчас эта жемчужина Магаданской области находится на глубочайшей реконструкции и откроет свои двери в 2022 году. Так уж получилось, что местный магаданский золотопромышленник-миллиардер и по совместительству, конечно же, член партии жуликов и воров, купил этот санаторий в собственность и делает из него картинку. Еще один золотой слиток в его коллекции. Так уж сложилось, что в Российской Федерации бизнесменам, пожалуй, стоит идти в эту партию, потому что это дает хоть какую-то гарантию от охочих до чужого добра. И часто эти охочи бывают в погонах, иначе бизнес могут отобрать. Но будем надеяться, это не нормальная, не здоровая ситуация, присущая путинскому режиму ненадолго, как и сам путинский режим. Человек вкладывает деньги в свой родной регион. Это, конечно, вызывает уважение. Потянушь меня сегодня на политику там, где вообще, казалось бы, нет места политики. Продолжим. Примерно 85% номеров будут адекватной ценовой категории, и только 15% будут для тех, у кого денег куры не клюют. Это не может не радовать. Это означает, что огромное количество людей с Дальнего Востока, а также других регионов России, а может и из-за границы, посетят этот бальнеологический курорт, который находится не в субтропическом поясе, как обычно бывает, а в субарктическом. Не знаю, как будет после реконструкции, но раньше отопление санатория шло исключительно за счет природной горячей минеральной воды. Ждем открытия этого реконструированного санаторно-курортного комплекса. Всем всего хорошего. Спасибо за просмотр. Эту информацию можно обсудить на форуме без тормозов. До новых встреч.